Самый скупой человек в мире Генриетта Хоулэнд Гетти Грин прославилась из-за своей скупости. Её имя занесено в книгу рекордов Гиннесса с пометкой «Самый скупой человек в мире». Женщина умерла 3 июля 1916 года. Но её имя всё ещё помнят. На момент смерти Гетти была богатейшей женщиной того времени. Её состояние было равно 4 миллиардам долларов. Также она владела более чем 8 тысячами земельных участков. Была успешным расставщиком. Искупала акции компаний, связанных с железными дорогами. Талант общаться с деньгами появился у Генриетты совсем рано. Известно, что в 13 лет она стала семейным бухгалтером. После смерти отца в 1865 году Генриетта стала наследницей внушительного состояния в 7,5 миллионов долларов. Именно в тот момент она познакомилась со своим будущим мужем, Эдвардом Грином. Однако брак их был недолгим. Когда её муж разорился и влез в долги, Гетти не помогла супругу, а просто прогнала его. Уже в то время Гетти Грин знали все на Уолл-стрит. Она владела гектарами земель и недвижимостью. Неплохо преуспевала в расставщичестве и в игре на бирже. Брокеры знали, если Гетти Грин покупает акции компании, то завтра цена на эти бумаги взлетит до небес. От брака у Генриетты осталось двое детей, Нед и Сильвия, которые страдали от чрезмерной бережливости матери. Несмотря на то, что Грин была довольно богата, она не имела собственного жилья. Жила в самых дешевых мотелях. Экономила на лекарствах и продуктах. Генриетта практически никогда не тратилась на одежду и обувь. Не пользовалась услугами горничных и прачек. Но это просто цветочки. Из-за скупости Генриетты, ее сын Нед, лишился ноги. История произошла в одну из морозных зим. Нед решил покататься на санках и для катания выбрал самые крутые и опасные горки. Во время одного из спусков санки повернулись, и мальчик сильно повредил ногу. Однако мама Генриетта отправилась за помощью в больницу для нищих. Там все уже ее знали. И врачи отказались помочь ее сыну. Тогда Гетти решила лечить сына в домашних условиях. Несколько лет Нед страдал от сильных болей. А после ему пришлось ампутировать ногу выше колена. В 81 год Гетти умерла от сердечного приступа. Ее двое детей унаследовали. Огромное состояние. Около 4 миллиардов долларов. Забавно, что после смерти матери ее дочь Сильвия стала щедрой благотворительницей. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет приятно.